Здравствуйте! Сегодня я бы хотела, знаете, поговорить о том, как помочь человеку пережить похмелье. Ну, естественно, у каждого, вообще практически каждого взрослого человека в жизни был момент такой, когда он перебирал алкоголь. Это однозначно бывало, и я не исключение, но есть, конечно, прям конкретные зожники, но в большинстве своем мы губились, губились, да, этим зеленым змеем, и это имело место быть. В арсенале у каждого из нас есть какие-то методы борьбы с недугом, да, и с распадом ацет-альдегида, самого опасного вот этого распада вещества алкоголя, который наша печень не может переварить без последствий для нас, если мы употребили какое-то более большое количество. Я точно сейчас не скажу, сколько человек способен употреблять алкоголь, а там какие-то микродозинки, ну, наперстками же никто не пьет, а печень, она не способна переваривать вот определенную дозу, да, а у нас же все как привыкли, как давай наливай, поговорим. Не важно, какой там алкоголь, крепкий ли, элитный ли, это вообще никакого значения не имеет. Вот в процессе распада вот это ядовитое вещество ацет-альдегида, да, вот, которое именно влияет на все органы, да, нашего пищеварения, а плюс еще не все же, вот, просто я выпил пару рюмочек, да, за ужином скушал, нет, мы начинаем жрать, все жирные жареные шашлыки, все это бесконечно тоннами засовывается в наш рот, мы это все благополучно поедаем, запиваем, печень раздрая, она захлебывается и так, не зная, что переваривать, не зная еду, она же в пищеварении тоже участвует, это же не только у нас участвует 12-перстная кишка, но печень-то, да, тоже какая-то ферментация происходит через нее, все же взаимосвязано. Естественно, мы страдаем, наутро мы уже не можем вообще ни на что смотреть, ну, это если, конечно, у нас не вторая стадия алкоголизма, и мы не присыпаемся в абстинентном синдроме, когда нам рюмочка водки, она или стаканчик пивка облегчит жизнь. Обычно человек, не страдающий алкоголизмом, уже наутро не может поднять голову с подушки, а уж подумать о том, что употребить, чтобы полегчало, об этом вообще речи не идет. Ну, так вот, обычно, чем может спасаться человек? Любит пить рассол, да, но нельзя забывать о том, что рассол должен быть натуральный, то есть естественное воображение, вот как мы капусту пасим, так и рассол должен быть такой, это должен быть не маринад, понимаете, у нас и так нагруженный желудок тем, что у нас вот это все распадается там, да, а плюс еще мы вот этот щелочной баланс нарушаем, и еще и маринадику хлебнем, там вообще все вскуксится, окислится, и вот этот генезис наш пойдет вообще по одному месту, да, щелочной баланс нарушен, ну, что там, обычно врачи даже рекомендуют, если, конечно же, мы не ушли в запой, рекомендуют-то вообще не нагружать себя никакой пищей, что-то такое, знаете, кефирчик, водичка щелочная, стараться вообще не наедаться, бульончик, вот как-то себе помогать вот так вот, не варить вот эти и не есть супы, которые типа хаш, такие жирные, якобы ты покушаешь сейчас, у тебя там жиром-то все обволочится и обволокнется, как правильно сказать, и ты себя полегче чувствуешь, нет, этого, конечно же, не произойдет, будет еще хуже, больше, печень еще будет больше нагружаться, также не рекомендуется никакие физические нагрузки на самом деле, и так у человека сердечный ритм зашкаливает, да, ну, можно, конечно, просто чуть-чуть передвигаться, не совсем уж там постельный режим рекомендуется, но не надо себя насиловать, а обычно даже врачи считают, что нужно как-то не пойти в этот день на работу постараться, потому что качество работника вообще падает на ноль, когда он в таком состоянии, какую он пользу может принести, а также сам он выздоровеет гораздо сложнее, нежели если бы он находился в домашних условиях, плюс еще говорят, что вот спорт, спорт, ты активно все пропотеешь, и тогда у тебя быстрее все это выйдет, нет, не выйдет, организм не обманешь, наш организм сам знает, когда ему выздоравливать, понимаете, вот есть определенный отрезок времени, и тогда только это все произойдет, а нет, баню еще говорят, ну, я люблю в баню сходить однозначно, я прям без нее, особенно в летний период жизни не мыслю, потому что мы живем на даче, и у нас это вот средство помывочное, все там, и баня у нас всегда, а вот в большой глубокой алкогольной интоксикации абсолютно нежелательно ходить в баню, потому что риск развития инсультов, инфарктов возрастает в разы, потому что сердце и так находится в таком влиянии, что давление поднимается, клапаны все, у кого там сужаются, у кого там что-то расширяется, давление оказывается высокое, сердечный ритм увеличивается, и поэтому дополнительная нагрузка на сердце, она вообще никому не нужна, вот абсолютно она никому не нужна, потому что, опять же, риск возникновения инсультов, инфарктов, вот у нас человек на работе, один умер, не выйдя из-за боя в новогодние праздники, а другого тоже как разбил инсульт, и разбил инсульт достаточно конкретно, у него парализовало всю правую сторону, но умственные способности, вот эти когнитивные у него, они как не нарушились, но вот все очень печально для него закончилось, но он, конечно же, у него предвестник был, есть же такие люди, которые на ежедневном употреблении, и в выходные они просто нахерачиваются, есть такие. Вот он был из тех, и уже на протяжении каких-то годов 15, он вел такой образ жизни, вот так настолько его хватило. Так, по поводу помощи себе, если у вас уже, конечно же, абстинентный синдром, то здесь рекомендация такая бы, что вызывать бригаду скорой помощи, циррукал вам в помощь, если у вас тошнит, и нужно как-то себе помочь. Дело в том, что, естественно, нарушен кислотно-щелочной баланс, и там все печально. А далее, что еще хочу сказать, по поводу того, что нельзя принимать парацетамол ни в коем случае. Он вообще в разы ухудшает работу печени, там все-таки достаточно будет тяжело. Далее, вот даже наркологи рекомендуют, если вы, ну это все алкоголики знают, прямо алкоголики это знают, если вы не имеете возможность, не имеете возможность вызвать наркологичку, если вы не имеете возможность сами поехать к врачу, не знаю, самостоятельно ли, или же вам помогут ваши родственники, идите на понижение дозы, как алкоголики называют это лесенкой. Но там должно быть мягкая, какая-то определенная рюмочка, да, через какое-то время ее пить, 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 и все на уменьшение, на уменьшение. И так человек более-менее выйдет из этого абстинентного синдрома или похмельного. Ну, это сейчас про абстинентный синдром, что это лесенкой выходить, потому как человек, который, человек, который болеет просто, да, организм у него отравлен, он на алкоголе не захочет на следующий день. Ему будет сама мысль об алкоголе просто таким триггерным фактором, что он, да больше я никогда не выпью ни рюмки или там ни стаканчика. Кто-то может галлонами пива уливаться, а потом месяц после него болеть. Вот это так, действительно. Ну, я считаю, наверное, я даже не наверное, я больше всего уверена, что у каждого есть свой какой-то инструмент выхода и облегчения похмельного синдрома. Я не буду сейчас никого призывать, что лучше не пить. Это всем и так понятно. А так, берегите себя и свою печень, будьте здоровы. Поджелудочный тоже страдает, желудок тоже страдает. Нет ни одного органа, который бы не страдал от алкоголя. Алкоголь – это в чистом виде яд. Это научно доказано. Ну, в Библии где-то говорится, что вино для веселья нам дано. А там уж каждый понимает это для себя по-своему. Кому-то алкоголь не мешает жить, а кого-то просто затаскивает в свои сети. И это заканчивается очень печально. Я вас всех обнимаю. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и поделитесь своими методами выхода из такой ситуации, из такого состояния. Субтитры создавал DimaTorzok